Никакой религии. Обыкновенный, здравый смысл. Все мы прекрасно знаем, что даже в пределах одной планеты Земля, есть ужасные места, где жизнь похожа на ад. Точно также, мы знаем, что есть места, более или менее приемлемые для жизни. Но есть и такие области, где люди живут как в раю. Уровень счастья и благосостояния людей везде разные. Есть очень бедные люди и очень богатые, счастливые и несчастные. Все мы соглашаемся с этими различиями и принимаем это как должное. Так почему мы не можем хотя бы предположить, что есть ещё более прекрасные места на других планетах, а то и вовсе за пределами материального мира, где страдания ничтожны или совсем отсутствуют, и где счастье самого высокого уровня? Учитывая градацию богатства, почему нам так сложно принять, что если существует самый нищий, всеми забытый бедняк, у которого нет ничего, то просто обязан существовать и тот, у кого есть всё. Всё богатство, вся слава, вся красота, могущество и т.д. Это простая логика и здравый смысл. Если земной правитель может управлять одной страной, то верховный правитель, Бог, может управлять всеми миром. Так зачем нам размениваться на все эти мелочи и бегать по уровням земной жизни от нищеты к процветанию и обратно? Не проще ли обратиться к истинному владыке, Богу, к источнику всего сущего и изначальному Отцу нашему? Развить с Ним отношения, служить Ему и раз и навсегда прекратить эти крысинные бега в колесе бесконечных рождений и смертей, достигнув Его вечной обители. Поверьте, это гораздо проще, чем лебезить перед сильными мира сего в надежде на подачку. Тем более их положение, равно как и наше, временно. Их блага недолговечны и не приносят истинного удовлетворения никому и никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова